Почему Бог не отвечает? Важность смирения в молитве. Мир вам, братья и сестры! Приветствую вас на блоге Виктора Буслова «Познание». Друзья, у каждого из нас есть лук. У вас сразу возник вопрос, какой лук? Спортивный или на кухне? Уточню вопрос. На кухне у вас есть лук? Теперь более понятен вопрос, и можно сразу дать ответ. Вопрос. Почему Бог не отвечает на молитвы? Что мы имеем в виду? Что значит слово «отвечает»? Дает физически, как машину, или отвечает, дает знание, свое слово? Есть, конечно, когда Бог молчит, значит, Он уже сказал свое слово, что хотел. А Бог всегда отвечает. Только многое зависит от нас, принимаем мы этот ответ или нет. Знаете, почему сейчас, в наше время, сегодня так мало пророков от Бога? Потому что Он уже все сказал через Библию, свое слово. Сегодня, к счастью, мы посмотрим на тему смирения, как именно смирение влияет на ответ Бога нам, на наши молитвы. А вообще, сейчас, на этом блоге мы говорим о ходатайственной личной молитве в тайной комнате, безусловно, которой мы можем молиться сами. Разговор, ходатайство между нами и Богом. Так почему Бог не отвечает на наши ежедневные молитвы? Почему Бог не отвечает? Молитва Богу. Бог. Смирение. Это видео принесет пользу зрителю, так как оно поможет понять ответ Бога, знание от Бога, получить слово от Бога. Не забудьте подписаться на более глубокий контент. Так почему Бог не отвечает на наши молитвы? Одна из причин, почему Бог не отвечает на молитвы, это, конечно, смирение в молитве. Смирение в молитве перед Богом. Мы все очень интересуемся молитвой, духовным миром, освобождением и, вероятно, служением. Нам очень важно понимать, кто есть Творец и кто Творение. Это дает многие понимания на молитву. Например, человек, сатана, Творение. Дух Святой – Творец. Сатана не может быть в одночасье во многих местах, даже в двух местах не может. А Дух Святой – это Творец, Он вездесущий. Как это? Этого наш разум, воспитанный на материи, этого осознать и понять не может. Нам нужно только принять верой. Например, попробуйте посмотреть сразу вперед себя и что происходит сзади. Для этого нужно поворачивать голову, правильно? Человек не может в одночасье смотреть вперед и назад. Это составляющее Творения. Знание. Сатана собирает отзнания от своих слуг, а Дух Святой сам знает, так как Он вездесущий. Зачем нам нужно это знать в контексте нашей темы, а это молитва, освобождение? Мы не можем, когда приходим к Богу в молитве, приказывать им, манипулировать, даже считать себя наравне с Ним. Манипуляция. Отказ на молитву. Почему я об этом говорю? В наше последнее время, очень часто, некоторые, конечно, не мы с вами, воспитываются на манипуляции. Сначала папа с мамой, потом школа, государство. Со временем и к Богу, в церковь, так. Даже в церкви, в собрании пытаются манипулировать с братьями и сестрами. В молитве. И отчасти это получается. Но до поры времени. Это не дела. Они так воспитанные считают это нормально. Просто еще с маленького возраста их не научили, как правильно нужно себя вести. Потом попускали. И в результате то, что есть. Но это для нас не проблема. Это только жизнь самого человека. Но это происходит и в церковь. Приходит. Тут касается и нас. Почему? Вы часто слышите, что нет ответа на молитву. Я говорю не про нас с вами. И это одна из причин отказа на молитву. Открытие Божьего ответа. Сила смирения в молитве. Бог отвечает всегда. Никогда не принимайте слово, что Бог никогда не отвечает на молитву. Никогда. Иногда человек пытается манипулировать Богом. А потом, соответственно, такой и результат. Богу никто никогда не будет говорить, что ему делать. Помним, что мы человек создания. Откроем послание Якова, 4 глава, стих 3. Просите. Просите и не получаете. Потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений. Это послание Якова, 4 глава, 3 стих. Бывает и так. Но что можем сказать? Откроем первое послание Иоанна, 5 глава, стих 15. А когда мы знаем, что Он слушает нас во всем, чего бы мы ни попросили, знаем и то, что получаем просимое от Него. Это первое послание от Иоанна, 5 глава, 15 стих. Но бывает и такая молитва. Хорошо, что нас научили в молитве становиться на колени. Это хоть как-то нас усмиряет. Но в первую очередь должна смириться наша душа и воля. И это, во-первых. Во-вторых, и самое главное, что так делал наш Господь Иисус Христос. Как делал Он, так и делаем и мы, Его ученики. Аминь, братья и сестры. А вы молитесь на колени к Богу? Если да, поставьте лайк. Секреты эффективной молитвы. Смирение и Божий ответ. Когда мы в смирении приходим к Богу в молитве, мы говорим Богу. Я принимаю любой ответ, который ты мне дашь, скажешь. Гордый человек говорит, что Бог ему не ответил, потому что Бог не хочет ему это дать. Отказ Бога он объясняет тем, что Бог его не слышит. Смиренный человек примет и отказ. Если захочет, может спросить у Бога, почему он отказал. Но это другой вопрос. Главное – смирение. Смирение в душе и духе, в молитве, дает нам возможность слышать, принимать и видеть волю Божью. Как бы там ни было, сегодня мы путешествовали во времени. Смотрели, что говорят Иаков и Иоанн о молитве. А дальше в видео на этом блоге мы будем касаться всего, что влияет на нашу молитву. Например, в следующем видео мы рассмотрим разорванные взаимоотношения с Богом, на Божью помощь нам через дар иных языков. Более того, мы еще много будем говорить на тему молитвы, духовного мира, освобождений, Бога, Иисуса Христа и Духа Святого. Подписывайтесь, будем вместе путешествовать по страницам Слова Божьего в современном мире. Когда вы ставите лайк «Мне нравится» или делитесь рассказать друзьям, в результате вы помогаете служению спасения и распространению Божьего Слова. С вашего разрешения сейчас я заканчиваю. Вам понравилась запись или вы получили слово «Откровение» от Духа Святого? Конечно, поставьте лайк, подписывайтесь, делитесь и передавайте привет братьям и сестрам. Аминь.